В ежедневной суете дел, забот и обязательств мы часто забываем о самом главном, чему нас учили в детстве. Конечно, верить в чудеса. Вы же знаете, что они случаются, не так ли? Мы верим в это безукоризненно, и ребята-руловцы, как они себя называют, тоже. На сцене учебного театра Российского института театрального искусства у них случилось настоящее обыкновенное чудо. При первом поцелуе я превращусь в свирепого медведя, в котором нет ничего от человека. Так обидеть вас легче умереть. Студенты мастерской Лики Рулла представили премьеру мюзикла по сказочной пьесе Евгения Шварца. Для мастера курса знаменитый фильм 78-го года – безусловный фаворит с самого детства. Его показывали только 1 января, часов в 9 утра. Я помню, что я, будучи маленькой, специально я его ждала, вставала, и каждый раз, раз в год, это было такое для меня событие. И потом, видимо, это какая-то интуиция повела, потому как почему-то я решила, что надо. Нам это надо. И мне кажется, я не ошиблась, потому как само произведение великое, и те смыслы, которые мы пооткрывали для себя, и я в том числе, и ребята, надеюсь, мы, мне кажется, стали лучше, погрузившись в эту сказку. Очень хотелось приобщить их к замечательному, чудесному, необыкновенному миру Шварца. Ребятишки и фильм не видели, и фамилии этот так у них не очень-то слуху. Это имя должно жить, потому что это замечательный автор, очень глубокий, с огромным чувством юмора, полон иронии, такой добрый, прекрасный. И там столько смыслов, столько слоев, и им очень полезен этот материал. И даже то, как мы начинали, и какие они были в начале пути, с недоумением вслушивались в этот текст, потом начинали открывать для себя, сейчас уже я надеюсь и вижу, что они влюбились в него, это, мне кажется, большое дело. Ради этого все и делалось. Студенческий спектакль взращен из этюдов учеников. Каждый внес сюда частичку себя и своей души. Ребята говорят, что нужно не бояться пробовать, искать, и творческий поток обязательно подтолкнет к нужному результату. Все начиналось с этюдов, не пришел мастер и начал нас застраивать, а все началось с маленьких-маленьких этюдов, в том числе и совместных. Мы приносили какие-то заготовки, что касается перевоплощений, волшебства и тому подобное, это все сделано нами. Эти все идеи рождались где-то в гримерках, в поездах, в автобусах, где угодно. А не только в голове мастера, и мы под чужую дудочку играли бы. Нет, так не случилось. Есть самый главный момент, наверное, и в спектакле, и у моего героя. Это максимально быстрое включение и не щадить себя ни на секунду в эмоциональном плане, в чувственном. Если любить, то любить. Если умирать, то умирать. Название пьесы «Обыкновенное чудо» показывает нам брак хозяина и хозяйки, в котором бессмертный волшебник живет с обычной женщиной, которую бесконечно любит. Ну что это, если не чудо? Студенты Гитиса, как мы уже говорили, в чудо верят, но на него не надеются. Чтобы презентовать спектакль, юные артисты работали, не покладая рук. Материал очень интересный и своего рода парадоксальный, и роль, которая мне выпала в этом спектакле, я считаю, что не просто на какой-то вырост. Это вот такой потолок огромного здания, до которого нужно дотянуться, а потом еще и пробить, потому что роль очень тяжелая. Хочется найти в этом человека, у которого есть свои желания, в какой-то мере эгоистичного, потому что все он это делает из своеобразного эгоизма, из-за любви к своей жене. Ведь все это только ради нее, и вся его внутренняя трагедия, она тоже из-за нее, из-за факта ее смертности. 15 лет я женат, а до сих пор как мальчик. Пустяки какие, сердце бьется, аж больно. Ну, здравствуй, жена. Здравствуй, муж. В первую очередь мы все пробовали на разные роли, у нас все было в формате этюдов. Я перепробовала все женские роли, в том числе хозяйку, и как-то так сложилось, что в итоге меня оставили на роли хозяйки. Для меня это удивительный персонаж, потому что хозяйка должна быть какой-то необычной, особенной, потому что в нее влюбляется человек волшебного происхождения, поэтому в ней, безусловно, должна быть какая-то изюминка. Студенты делают первые, но довольно основополагающие и серьезные шаги в мир театра. У каждого здесь свое преодоление. Кому-то роль далась легче, а Семену, например, в новинку чувствовать себя медведем. Мое слияние с персонажем было очень сложным, он мне не давался с самого начала. Я через муки приходил на мастерство к нашим педагогам, к Лике, к Оксане, и у меня не получалось, не получалось, потому что понять вот это, что-то животное внутри моего персонажа, он же все-таки медведь внутри, и сразу мне не удалось распознать его инстинкты. Ну, а вот получилось или нет, сегодня увидел. ...вижу медведь молодой, голова опасная, глаза умные. Мы с ним разговаривали, мне понравился, я взял волшебный паузик. Замолчи! Замолчи! Ты же знаешь, что я тебе бей не могу, когда для собственной забавы мучают животное. Что? Сынок, тебе трудно? Да, хозяйка, быть настоящим человеком очень нелегко. Очень важная тема, как я считаю, для всех людей, это тема любви, и какая может быть эта любовь, и на что готов пойти человек ради этой любви, какие поступки он может совершить. Умереть ради любви, страдать ради любви, или закрыться от всех, сказать, нет, нет, я ничего не слышу, убежать, спрятаться. Тема любви, человечности, добра, честности и счастья близка каждому поколению. Доказательство тому – этот невероятный материал. Не детская сказка Шварца, написанная в середине прошлого века, а также мюзикл, который появился попозже, нашли отклик и в сердцах нового поколения, как актеров, так и обыкновенных людей. Чудо? Несомненно оно. Мне очень нравится у одного из персонажей посыл оставаться человеком. Это вот про принцессу медведя говорю, вот она, Варя, с ним хоть и прощается, но ради того, чтобы она осталась человеком. Вообще, в наше время очень хочется, чтобы вокруг было больше людей, именно с большой буквы «человек», больше какой-то любви, правды. А вот этот материал и спектакль о том, что нет ничего недостижимого, всего можно достичь, как бы это ни было бы сложно. Работа над этим спектаклем, уверены постановщики, помогла студентам расширить горизонты ощущения себя не только как актера, но и просто человека. Наполнила молодые сердца смыслами и правильными эмоциями. Не устанем повторить простые истины. Чудеса рядом, чудеса случаются, и они самые обыкновенные, потому что любовь, вера, тепло и надежда живут в каждом из нас. И пока это живо, будет жить и наш мир. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...